Ноу-сфера – это та область, где взаимодействует общество и природа. И главным фактором развития является разумная деятельность человека, его взаимодействие с окружающей средой. Вот в этом направлении мы сегодня будем акцентированно двигаться. У нас в гостях Сергей Костырев, доктор философских наук, эколог. Здравствуйте. Здравствуйте. И давайте сразу мы начнем не с экологии, а с философии. Для вас знакомы такие понятия, как прошлое, настоящее, будущее. Какая вам категория ближе, с какой вы чаще взаимодействуете и как себя чувствуете в этих разных трех категориях? Ну, чувствовать в прошлом, наверное, себя трудно, да? Это все-таки было, прошло, и можно только вспоминать, настоящее мы живем. Но для себя, сегодня мы только с коллегами обсуждали эту проблему, стоит ли нам все время вспоминать прошлое и базироваться на нем, как на основе, либо нам надо стоять там, где живем, и думать о будущем, то я все-таки сторонник взгляда в будущего, такого перспективного, что называется, видения, образа, которому хочу я оказаться, и выстраивания своей жизни и своего бытия в соответствии вот с этим таким фантастическим или желаемым запросом для себя. Я все-таки человек, который думает о будущем и старается сделать его реальностью, так скажем, дожить до того момента, когда оно станет. Светлым? Ну, я на самом деле думаю о светлом, поэтому, конечно, желаемое в данном случае светлое. Такого ужасного конца, к которому можно стремиться, я бы себе не планировал. А вот вы в тысячном году ждали конец лет? Или не верили? Нет, не ждал. Я даже не боялся проблемы 2000-й. Я как бы программист, по-первых, специальности. И когда вот эта эпопея, сейчас, наверное, уже молодые не знают, не помнят, эпопея была вот этого компьютерного, что называется, коллапса, когда произойдет смена даты с 99-го на 2000-й, все компьютеры остановятся. Ну, они, конечно же, не остановились. И вот даже тогда я не боялся, потому что, ну, во-первых, моложе было, и, во-вторых, оптимизма-то было очень много. На самом деле в конце 90-х, вот я сейчас сравниваю, такая оптимистическая картинка была более ясная и конкретная. Сейчас немножко уже затуманенная, или, может быть, слишком многообразных вариантов стало много. Непонятно, какой из них лучше. Или какой были вероятные? Говоря о настоящем будущем, а в чем для вас смысл жизни? Когда вот вы поймете, что вы доберись всего, чего хотели, и жизнь прожита не зря? Когда этот был момент? Ну, я такими категориями не думаю, потому что, видите, вот это вот программирование смысл жизни – это результат, который вы когда получите, вроде как и жить-то не в чем, правильно? То есть в данном случае не смысл жизни, а суть жизни в том, чтобы жить, чтобы быть активным, и если говорить про мою философскую специальность, про то направление, которое я разрабатывал, то ценностью, я характеризую жизнь ценностями, то есть в чем ценность жизни? И в моем понимании ценность жизни – это в постоянном усложнении всего происходящего. То есть такая синергетическая концепция. Чем сложнее жизнь становится, тем больше и больше она имеет значение, так скажем. И в этом смысле, смысл жизни, да, получается, как раз в постоянной активности, в создании новых коммуникаций, в преобразовании информационного пространства в ту самую ноосферу, которая является не просто каким-то абстракцией, а именно вот реально существующим коммуникационным пространством, где все сосуществуют. Если уж про ноосферу говорить, то это тоже, в общем-то, такая фантастическая цель, но она нам явленная в культуре в том числе. Я часто ссылаюсь, продолжу старый фильм, он есть на «Аватар», вот та планета Бандора – это некий такой прообраз для нас, вот той ноосферы, где все-все-все едино, соединено, и в то же время сосуществует комфортно. То есть нет какого-то противоречия. Я надеюсь, что и у нас это постепенно произойдет, потому что другого выхода нет, и если мы продолжим конкурировать с природой, она нас победит. Она побеждала всех, она победит и нас. Единственный выход – это все-таки сосуществование, такой поиск или установление того состояния, в котором человек не воюет, а именно сосуществует и действует на благо всему-всему-всему, назовем это «насферой». Вот про «Аватара», кстати, вы сказали, да? Там был такой момент, который меня очень впечатлил, когда он садится, значит, и что там мыслит, и мыслью вот начинает все это управлять, да? То есть он соединяется… Он не просто садится, он еще подключается. Да, но я и говорю, что он соединяется, да, и он вот это… Как вы считаете, вот вообще, вот с одной стороны фантастика, с другой стороны, возможно ли такая синхрония человека в природе? Я думаю, что возможно. На самом деле она существует. Вполне, вот когда рассуждаешь, читаешь, думаешь, то вполне возможно, что когда-то произошел вот этот слом небольшой, когда человек начал противопоставлять себя в природе. Изначально же он существовал, и сейчас есть племена, мы считаем их нецивилизованными, но они живут в таких условиях, в которых нормальный, цивилизованный человек в принципе не живет, да? И вот они не существуют, они нашли свою роль, место, и если… Ну, это не значит, что мы должны вернуться к их уровню развития. Я думаю, что мы достойны более сложной системы взаимоотношений, не только биологического, но вот этого информационного взаимодействия с происходящим вокруг. И тогда вот эта ноосфера, все существующее, она возможна. Конечно, какие-то подписать рецепты, что мы должны сделать, вот это построить, это не строить, невозможно. Я думаю, что этот процесс не быстрый, что он за годы, за десятилетия не разрешится каким-то итогом. Но мы эти должны, иначе просто у нас не станет появиться новый биологический вид. Может быть, еще более качественный и лучший. Чего на самом деле мне, как представителю этого конкретного вида, не хочется. Я все-таки хочу, чтобы после меня оставались там мои потомки, условно говоря. И вообще экология, если говорить про экологию, про социальную экологию, она строится именно на ценности, на принципе жизни для детей, что называется, то есть для потомков. То есть мы живем для того, чтобы дети смогли жить, но, существуя сейчас, мы должны думать о будущих поколениях. То есть вот та самая концепция устойчивого развития, наследная концепция, это главный принцип. Мы должны думать о жизни будущих поколений, потому что сейчас мы живем за их счет. Получается, мы у них забираем. И вот это то, что мы не заберем, останется им, и им будет получше. Вот такая вот немножко другая философия, отличающаяся от традиционной философии, которая 2000 лет, наверное, существует, потому что больше. Хорошо. Вот на этом пути мы можем совершать ошибки. Вы, оглядываясь назад, можете сказать, есть ли в вашей жизни какие-то ошибки, которые хотелось бы вернуться и исправить? Ну, вернуться и исправить, наверное, вряд ли получится. Все-таки, если в наносферу я как-то верю, допускаю, то в машину времени вряд ли, хотя, конечно, современная фантастика говорит, о всех этих многомерных пространствах, может быть, это и будет возможно, не исправить. А я бы думал, что могло быть по-другому, или как бы могло быть. Вот я не знаю, понравится это мне, чем это не понравится, но в конце 90-х годов, я точно он никому был, трудоохранял, и мы разрабатывали программу, экологическую программу по реабилитации омского воздуха, всего подземных вод и прочее. И когда мы все эти материалы собрали, и я поехал в Москву презентовать экспертной комиссии, показал мне тот ужас кошмар, который тут творится, данными, не эмоциями, а конкретными данными. Вот они мне сказали, на споршем отношении, ты что хочешь, чтобы он закрыли? Я говорю, не хочу, а почему? Ну так жить-то тут нельзя. То есть, в данном случае, я думаю, а если я сказал, да, я хочу, чтобы он закрыли, людей расселили, и мы бы жили здорово и счастливо, был бы это лучше. Вот этот вопрос, который для меня остается до сих пор, я чувствую свою ответственность, то есть, лично, что я этот вопрос тогда так не поставил, хотя мог, и в публичном пространстве, и в органах государственной власти. Вряд ли, конечно, наш губернатор бы тогда послушался меня, но по крайней мере, была бы эта мысль как возможность, как потенциал, а может быть, и как угроза для Омска оставаться в данном состоянии, что, вот видите, до какой степени мы дошли, что Омска по-хорошему, если думать о конкретном человеке, который болеет, по-хорошему бы надо было закрыть и расселить. Вот. Вот это вот такая существенная. Ну, а остальное все, мне кажется, люди вряд ли зря называют это ошибками, свои поступки какие-то отличающиеся от того, чтобы он сделал потом, да. Мне кажется, это опыт, это жизнь, и это возможность приспособиться, то есть адаптироваться, вот тоже даром говорил, если мы потеряли способность приспосабливаться, мы потеряли способность жить. То есть вот эти вот такие элементы неправильных поступков, как я бы сейчас думал, да, это не ошибка, это шанс в будущем сделать более качественно либо поступок, либо решение принять, либо ценность какую-то выбрать. То есть это все-таки, еще раз повторю, не ошибка. Это опыт сына ошибок тогда. Ну смотрите, мы сейчас, получается, исправили вашу вот не ошибку. Вы могли бы тогда это в информационное пространство закинуть, и время шло, оно начинает прорастать, как-то что-то начинает видоизменяться. А мы сейчас это закинули. Смотрим. Через десяток лет. Через 20 лет посмотрим. Ну все, к сожалению, к сожалению. Сейчас уже закидывать-то не надо, потому что эта тематика настолько уже до людей дошла, что это, конечно, грустный сценарий, но Омск покидает очень большое количество людей. И статистические данные, и мое окружение, к сожалению, люди, с которыми я знаком с детства, с ученичества, со студенческих пор, по работе, они почему-то массово покидают Омск, при этом не очень-то хотя этого. То есть они имеют какие-то аргументы всегда, что-то, здоровье плохое, условия какие-то ухудшаются. Вот это вот дошло объективным путем. Это то, что я ему говорю. Если мы до этого сами решение не примем, оно все равно сработает. Только будет потеряно время. Вот эти вот 20 лет, условно говоря, может быть, что-то колыхнулось в умах правителей, может быть, они подумали, да, действительно, вот это же как-то ненормально, когда такой хороший, замечательный город к такому риску подвергается. Давай, что мы сделаем. А раз все осталось в тайне, может быть, вот этого информационного потока не хватило. Может быть. А может быть, все осталось бы точно так же. Сложно вообще это называть. Продолжая тему оттока населения, это как бы, по-моему, сейчас не только Омска, но и в целом России. Как Вы считаете, надо уезжать из России, из Омска и что-то делать, что-то менять, чтобы захотелось здесь остаться, и этот отток прекратился. Это выбор каждого, конечно, да, но я считаю, что нормальное состояние для мяча, который здесь живет и который не просто так до сих пор еще не уехал, это, конечно, делать все, что в его силах, для того, чтобы сделать жизнь в Омске более привлекательной. Я давно живу в Омске, да, почти 60 лет, да, вот, и разные периоды помню, помню, помню 70-е, 80-е годы и даже 90-е, когда Омск, ну, так высоко котировался среди других городов Сибири, что к нам ехали с удовольствием и по распределению, и оставались здесь жить, и люди с большими компетенциями приглашались. Это реально был хороший город, если сравнивать с Новосибирском того времени, там, 80-90-е годы, ну, это просто город, это, город Омск, это такой город, ну, я бы сказал, цветущих, радостных, жизнерастных людей, когда приезжаешь, когда приезжал в Новосибирск и всегда видел какие-то грустные, какие-то серые, некрасивые лица, почему-то, не знаю, потом эта вся ситуация менялась, меня только один так это, вот, и пришло к тому, что Омск стал, вот, ну, по крайней мере, на уровне сибирских городов чуть ли не единственным, из которого большой отток населения, то есть отток населения больше, чем приезжающих, это очень нехороший симптом, потому что большинство людей ведь не думает о том, создавать условия для себя или создавать условия для себя, и это нормальная ситуация нормального человека, он выбирает место, которое ему наиболее комфортно, которое ему дает меньше рисков, там, или больше, больше перспектив, для, не только для него, но и для детей, потому что аргумент перспективы для детей очень часто, по крайней мере, среди моего окружения, сказывается в качестве такого главного критерия переезда, ну да, я могу здесь пожить, ничего не тут уже, но надо же, да, дети уезжают, а потом и за ними, родители почему-то тоже уезжают, чтобы не летать на очень дорогих самолетах в Москву, потому что, ну это же тоже, вот эта вот проблема коммуникационная, она для России очень характерная, то есть, это вот, разрывы, они большие и дорогие, можно сказать, поэтому, конечно, я однозначно считаю, что нужно делать все возможное, даже если кто-то хочет уехать из Омска, все равно в качестве такой, ну как бы, личной благодарности месту, который у тебя вырастил, сформировал, ты должен делать, ну, должен, может быть, не хорошее слово, естественно, делать то, чтобы городу досталась какая-то твоя собственная ценность, которая тут останется, и если люди это оценят методом неуезда, то, значит, это сделано все правильно, к сожалению, сил у конкретного человека не так много, вот, но, такие люди есть в Омске, пытаются делать, вот, но опять же, опять же, пессимистический сценарий, за последние 10 лет, это не сценарий, это пессимистическая история, сценарий будет оптимистический, за последние 10 лет, и люди, которые реально для Омска очень много делали, я имею ввиду не технического, а именно такого, культурного, инфраструктурного, социального, вот, они уезжают из города, но, при этом, я за ними слежу, и очень часто, они все равно остаются в контексте, они все равно пишут, они все равно вспоминают, они все равно там сравнивают каким-то образом то есть это вот можно что называется вести человека из омска но нельзя вести омск из человека да то есть это все равно семей а мечи конце концов захват территории можно может как интерпретировать тоже иногда мы захватываем весь мир мы уезжаем для того чтобы оставаясь омичем распространять свое влияние и она на самом деле чувствуется то есть вот прям вас во многих местах есть люди успешные но при этом всегда по крайней мере ну и те которые контактируют они оставляют себе вот эту вот ниточку связи что намечены сказали вы сказали что у вас друзей много уехал из омска остались друзья я не скажу что у меня очень много друзей вообще их не так много но если в процентном отношении то осталось четверть друзей скажем то есть три четверти уехала это много на мой взгляд друг для вас что такое но вдруг это наверное человек который способен коммуницировать без каких-либо ограничений со мной то есть это такой коммуникационный если говорить про коммуникационный человек который можно поговорить рассказать вспомнить подумать о будущем при этом нет никакой ответственности ну я имею ввиду за слова все рожи когда ты общаешься обещаешь или что-то делаешь и все равно ответственность не все здесь ты понимаешь когда этот человек который понимает что я свои там проблемы обязанности но в то же время есть потребности обсудить поговорить совет какой-то дать то есть ну и как правило друзья конечно формируются у меня по крайней мере они формируются долго и приходят либо с учетом со школы как это сейчас говорят вне классные продукты до либо с университета либо я продолжал свою учить довольно долго либо с аспирантуры то есть место где люди проводят много времени вместе общаги например она конечно формирует такое крепкое отношение потому что человека видим в быту в обычной повседневной жизни лучше понимаешь лучше ощущаешь его как бы его крик одессе наверно который подход не подходит там уже нужно решать против полностью категории друг является враг должны у человека быть враги и если они есть это потому что человек такой нехороший и он делал что-то такое что вызывает замест осуждение других людей ну наверное из враги да ну видите врагом становится человек не тот которому я отношусь как врагу а тот который поступает как враг я так характеризую то есть он враг не потому что я назначил а потому что сам себя так ведет но я в данном случае отношусь к ним как мы есть и есть и и жили дальше с этим потому что помнить всегда что у тебя там есть какой-то враг ориентироваться своих поступках на даримут врагов до которые почему-то начинают с тобой выискивать все ошибки там недостатки или надо придумывать чего-то чего не было это конечно занятие мне кажется психологически вредное поэтому я предпочитаю не ставить себя в позицию врага не думать за него о себе как-то несоответственно как не реагировать единственный мой поступок с человек с людьми которые можно назвать врагом или людям которые мне нравятся поговорят да это минимизация общения с ним как таковая в принципе то есть нечего это нет проблем в этом смысле да и хороший воздух но как бы вот по ощущениям он самый эффективный потому что жизнь на самом деле не такая большая все-таки ее насытить лучше позитивными какими-то общениями интересными а не борьбой как-то бессмысленность с человеком который из-за каких-то своих собственных амбиций что-то там не поделил с тобой и все пользуйся как бы его другое дело что есть и не враги наверное их можно назвать оппоненты до на ушах или люди с которыми ты воюешь то есть воевая война идет не всегда с врагом правильный противники да есть у меня противники не буду озвучивать список но иногда не в человеческом отношении у нас с ними комфортное отношение то есть мы общаемся разговариваем можем там мило попить чай побеседовать на бытовые темы но если это касается какой-нибудь тематики которую для которой я вижу решение одно а он будет решение другое то в данном случае ничего личного только вот только дело другу как там дружба-дружба служба-служба вот это вот вот это все без бесконечно личных там каких-то перри переходов на личности я вообще не значит переходи поэтому здесь все-таки пытаюсь отделить человека человека и человек относительно к идее если идея мне не нравится я считаю что она неверная я буду с ней бороться при этом мое отношение конкретному человеку ну я стараюсь его не менялась я его оценил как вот вот человек с вами кроме какой-то научной литературы в числе художественную литературу удается что это конечно нет я научная научно-то я так честно говоря не особо много сейчас сейчас читаю как бы философскую философская философия чем не понравилось будучи инженерами перешел философами там все нужно читать то есть философия она базируется в она может базировать на собственных размышлениях и в этом смысле художественная литература более полезная чем научная нам для меня чем научная по философии же я не такой философ сосед философ философ я все-таки уклон на философию науки либо в социальной философии то есть скорее такие внутренние человеческие отношения общественные отношения здесь конечно я люблю литературу которую мы принято называть социальной фантастикой то есть это некие позиции некие события которых может быть и не было но не могут быть либо какие-то фантазии которые нельзя воспринимать как правду но это ситуация в которой человек себя позиционирует находится начинает думать на эту тему вот и какие-то философские конструкции строится вот но тут если надо пример приводить из таких из последних за два-три года не очень понравилась фантастика люцисиня теория трех тел по-моему называется шикарная фантастика в том смысле что она не космическая там есть космос а именно психологически философская то есть она как раз выстраивает отношения человека с окружающей средой в более широком смысле чем мы привыкли то есть это там не мусор вот это все а именно взаимоотношения с планетами с миром с квантовыми полями при этом как ученые говорят он полностью соответствует современной концепции науки своих книжках вот этот лицессин может потому что мы ралисники и вы думали примерно об одном дома интересная наверное тоже верберк такой есть французный француз он пишет жизнь ворогиев такой у него про ангелов такая штука которая позволяет переосмыслить вот то что вы спрашиваете да по смысле жизни он как раз позволяет такая литература переосмыслить или осмыслить позицию человека современном мире вот такие роббинса это вот я из последних говорю это не знаю что я читаю только иностранную литературу мне очень нравится пелевин например практически всего я знаю по-разному отношусь к разным его работам но есть у него некоторые такие более ранние мне даже более понятные более поздние не все как раз в рамках нашего информационного пространства вот тех мыслей об интернете коммуникациях очень много рассуждений которые позволяют его работе меня как бы стимулировать к мыслям об этом ну глуховский тоже хотя это были такая билетеристическая литература ну вот так уже скотки и мысли содержательный большой я сразу скажу что я сожалению не очень много читаю бумажные сейчас очень хороший формат аудио вот и в этом смысле вот основная часть у меня идет аудио выделяется раз и побежали ну не беру нет я не когда я слушаю неделю я хожу то есть вот каждый день я хожу с работы домой очень больше часа 15 это достаточно времени чтобы выслушать хорошую главу и несколько глав хорошие такой немножко ускоренной скорости помогает спасибо современной технологии она немножко ускоряет там процесс на 25 очень линии вот и вот это вот в этом смысле очень много книжек читаю смотрю и классика тоже ну классика если как бы все перечитал пока не перечитываю очень если есть вообще из классики то конечно моим приоритетом он он странный приоритет и это не имеет отношения к философии наверно никакого может не имеет это платонов с его такими рассказиками очень специфическими косноязычными якобы но мне нравится именно вот этот способность оперировать языком для передачи неких смыслов скрытых а может быть даже и интерпретировать каждого человека по-своему там прямо каждая фраза мне могут перечитывать лапочка раку за раму лича вот эти все вещи которые отдельно вас объемом стоит говоря о детстве о чем если мечтаю и те этих мечт и сбрись а какие не сбрись и хорошо что не сбрись ну видимо какие не сбрись может и помним то у меня не было никаких каких-то особых особых таких каких-то мыслей которые я мог зафиксировать да была у меня мысль стать авиаинженером но она как-то постепенно постепенно преобразовалась и в общем я не жалею в данном случае не жалею что сменил свою специализацию и в конце 70-х какие-либо санитировали ну не заставили санитировали заняться компьютерами вот я сейчас как бы на коне по факту потому что вот это все технологии изначально формировались наблюдаюсь и это это удачное не сбыть не сбытие мечты она удачная с авиационной техники сейчас были проблемы конечно ну то есть как чувствовал вот а таких каких-то количество детей сбылось не на улите сбылось жена такая как я хотел в детстве это все как бы в этом смысле мы местные депутат будет вплоть до меня не специально к фиорда вот говорю до имен которые там озвучил а что у таких детей его на и банан то есть как бы вот как бы так не знаешь специально специально так получилось вот в этом не очень понравилась аудио да еще и на скорости вот в скоростной такой аудио и не только аудио и видео жизни хочется иногда побыть в тишине одному и удается ли если хочется ну я не всегда слушаю то есть вот кстати кстати вот сейчас наверное уже несколько несколько делит я наверно не слушаю хожу вот этот час по 15 и без ничего как раз есть такая потребность действительно подумать переосмыслить вот хожу по набережной чтобы поменьше шума поэтому да ну и плюс конечно отдых обычно летом но специфика работы преподавателя в том что конечно тут особо того нету особенно при сравнении на нагрузки и перегрузки преподавателей фактически начиная с сентября и вот до июня это прямо с утра до ночи и ночью надо что-то проверять ну очень надо конечно проверять а иногда и студенты ночью присылают думаешь что мы вообще не спим никогда там в два часа ночи проверьте пожалуйста завтра их там зачет я говорю все другие вообще не сплю что ли ну то есть время очень мало для поэтому я использую лето а лето для преподавателя в данном случае очень хорошие 2 месяца фактически отпуск вот время отдых как правило пляжный отдых некоторые удивляются как так на пляже не попрыгать не побегать я люблю просто лежать вот это как раз то о чем вы говорите это время когда может там несколько две-три недели вообще ничего не делая ну за исключением там пришел-пришел вдруг отдохнул море уплыл как раз какие-то такие вот мысли перерабатывать себе эту тишина до люблю и я все тишину люблю то есть поэтому как бы находясь на дороге не люблю сильно этот шум и в лесу там где-нибудь в полях обычно выбирают потише место на пляже как правило уходим туда никого нет трудно заходили на 3 сердца да где я не отвлекаю аудио шум в процессе обдумывание чтение книг общения с людьми такой самый ценный совет и для себя находили и от кого он был совет самого такая может быть ценная мысль какая-то которая заполола у меня есть несколько традиционных мыслей таких которые зафиксировал даже всех профили в контакте написал давно уже как бы я даже никогда не появились но это что-то типа мудрости по моему вода точит камень не силу удара частоты попадания в данном случае даже какое-то небольшое дело но если есть цель его она может повторяем и сделана то это вот такой девиз по жизни то есть не пытаться скипятить океан а нужно делать то что вторая фраза то что можно и будет что будет она конечно фаталистическая нам не совсем нравится да но в некоторых ситуациях она возможна то есть ты снимаешь ответственность за что ты не можешь отвечать себя но в то же время ты отвечаешь за то что ты можешь делать хуже всего ничего не делать вот я так считаю ничего не делать это точно плохо хотя вроде как за ничего не делали ничего не будет и плохого нехорошего я готов терпеть плохое для того чтобы когда-нибудь случилось хорошее вот такие вещи тоже то есть вот такие вот мысли так чтобы прямо конкретно сказать что вот мне там поразило куда выступление слова или совет наверное сейчас не скажу скорее так постепенно накапливается где когда я это прочитал не знаю но где-то вот так отложилось ну и да вот еще третье наверное из маленького принца мы в ответе за тех кого приручили поэтому стараюсь поменьше приручать что поменьше отвечать как бы вот в связи с тем что друзей немного вот это все есть есть предел когда человек может эффективно существовать с другими невозможно всех любить да может кто-то и может невозможно поэтому для того чтобы не хватало каждому с кем ты имеешь отношениям эти этих людей должно быть моем понимании не так много достаточно реальные представлены вот они есть осязаемые с ними можно всегда скоммуницировать обменяться как-то так поступать правом есть у вас в омске какие-то места которые вот особо любимы есть это дендора то что называется где на рассад а по моем детстве это лебединое озеро до хорошие названия лебединое озеро лебединая песня это но как бы странная ассоциация да почему люди удивляются некоторые даже вот те самые которые принято называть врагами увлечают меня в моих коммерческих интересах нет это как бы не пафосно звучало это моя как бы маль малая родина да получается то есть это место где я с 8 или 9 лет живу рядом живу через дорогу жил вырос и и до 30 лет жил то есть фактически это местный вес формировался как человек я там во первых мало того что там каждый проходил проезжал я там играл и рыбу где там прятались казаки разбойники играли то есть я вот этот процесс воспринимаю именно как природную основу свою себя самого мы там даже салону собирали для наших авиамоделей это такая такая тонкая на мой взгляд осязаемая история своя собственная от которой оторваться очень сложно мало того когда я жмелся это как бы такая ширина . было вот девяностый год это еще советский существует может быть кто-то не помнит но тогда была традиция когда свадьба молодожены куда едут на вечный огонь можно были первыми кто не поехал на вечный огонь и мы были первыми кто поехал на старо загородную рощу у меня даже есть фотография и мы там на раздолбанном постаменте не поставить там степеньки такие были вот женой там с цветами фотографируемся это какая-то такая . жизненная жизненная с которой живу и она остается моим любимым местом она всегда оставалась и сейчас остается может быть именно поэтому я так болезненно в какой-то степени может напрягаться столько вот мы уже почти год в данном случае воюем с противниками не я воюю с противниками я данность я сейчас и сразу заявил что это как моя личная не видит или суп это моя личная как бы война к слову серьезные но так получается вот поэтому независимо от того кто как будет другой поступать я все равно буду вот пока можно выступать против оказалось что это не один десятки сотни людей таких которые вот и рядом живут и они воспринимают примерно так же и и вот оказывается это место любима не только мною человеком кем-то а так чтобы еще какое-то конкретное место назвать ну вот есть еще одно место которое я люблю но она уже стала любимым потом опять же защитить кто который мы защитили тринадцатом году хотели на воскресенском сквере возле омки дыша мост поставить колесо с ресторана трехэтажным вырубившийся скверик и тогда вот мы с друзьями со знакомыми смогли отстоять и теперь я каждый раз хожу мимо этого места практически каждый день хожу и радуюсь вот на душа вот фото ну вот вот это омску осталось и мне кажется это место даже не кажется я уверен что это место нравится многим я хотя недавно мне тут в сетях написал честно он не написал так вот а если ты мне 8 лет назад не дали бы построить тут бы было все благоустроено и было бы колесо человек до сих пор по прошествии 8 8 лет считает что можно вместо сквера в центре омска того красивого симпатичного и тихого а где можно просто походить нужно какой-то там общепит ставить развлекуху и кучу изгонять вот есть разные люди на самом деле да 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 вот разное видение получается состояние отдыха до отдых для того чтобы расслабиться это надо так вот раз и раствориться с этой природой а здесь у нас все строители а сюда и пошла нету я не против такого я тоже люблю отдыхать но он может быть раз в данном случае если поговорить про омск что мне что меня напрягает в омске что реализуется уж слишком унифицированная модель города если парк со свечениями если там магазин побольшой или какой-нибудь пафосный не всегда не везде вот если говорить про общепит до такого слова советская да или попросту говоря про футкорты всевозможные то постепенно вот за 10-15 лет в омске на мой взгляд произошла произошло то позитивное изменение которое бы хотелось которые хотелось видеть во всех областях я помню просто мы с иностранцами работали в начале двухтысячных они к нам приезжали и нам просто некуда было повезти их попить кофе чай никуда либо рестораны с музыкой где не поговоришь а это были деловые контакты надо было обсуждать а у них этих европейцев принято обсуждать все за столом кафе а у нас кроме кафе только столовая с гривным супом вот и и все вот этот период 15-17 лет я просто наблюдаю как прям взрывным образом вот эта культура необязательных встреч которые характерны для городов для больших европейских она в омске появилась и у нас уже в центре с этим не проблема тут ко мне приезжал один тоже коллега из других городов но вот в других местах города этого нету то есть вам что поселке рядом с которыми я живу поместить человек поговорить только на ли это вот как раз это на самом деле вот то то что нужно в омске еще делать такая перспектива есть куда работать есть куда расти это хорошо да это хорошо да развитие на самом деле посетить везде можно найти даже в том что у нас самые низкие зарплаты поэтому к нам могут прийти тоже способствует развития к нам приходят работодатели которые берут наших работников и не работают если правильно позиционировать и правильно оценивать и не ныть не страдать да то конечно омск все еще остается хорошим городом но есть несколько проблем которые мне кажется тормозят развитие развитие его прежде всего диссонанс если что-то говорить диссонанс между управляем управлением между менеджментом городским так скажем и людьми мне кажется они остались где-то в двадцатом веке то есть те концепции которыми я имею мэрию да и правительство тоже они какими-то период концепциями из такого древнего советского прошлого я ничего не хочу сказать про древнее советское прошлое оно было хорошо я там жил был счастлив но время изменилось и люди которые выросли сейчас молодые люди они видят очень много предложений по миру они очень много предложений видеться в современных соседних городах и они могут могут выбирать вот омск где есть ленина замечательно и больше ничего да а вот там допустим тюмень я куда не пойди везде везде есть место где можно приспособить для я даже назову для развлечений просто для жизни для нормальной естественно современной жизни вот в омске пока это не понимается пока мы живем какими-то такими уж слишком на мой взгляд слишком архаичными какими-то городскими практиками если полно говорить то есть это вот практика прошлого века хотя инициативные люди в омске есть мы одними из первых в стране это надо говорить создали такую формат как городской пикник то есть вообще как общественное ну мы я не на мячи я конкретно хотя на участке а это то ничего ехал к сожалению москву моим студентам в смысле мы с ним можно сказать друзья да вот вот получается что у нас есть инициатива у нас есть желание сделать но когда доходит все это да скажем так промышленного производства где нужен просто менеджмент на уровне города ну должны чиновники выполнять свою функцию да у нас получается конфликт между идеей и возможностью реализации это много раз упирается было уже и по благоустройству то есть мы разрабатываем предлагаем там сейчас же персонал себя не виду хорошую концепцию развития набережной омки красивую современную любой бы европейский город бы то что позавидовал не сказал ну это здорово вот все прорисованы архитекторы работают приходит администрация мы просыпаемся ни одного дерева нет как так почему зачем уже это не предлагали если все должно остаться она так прочее то есть вот этот вот нам так проще в то время когда любой управление современным правлением должен идти за потребностью пользователя в данном случае чиновник должен слушать людей вот она почему-то у них еще не внедряется вот это проблема которая если бы ее решить радикально может быть до заменить полностью менеджмент на современный омск бы мог довольно быстро встряхнуться а пока вот этого мы теряем мы теряем инициативных людей что плохо уже не стильных людей их немного их и не должно быть много они сотнями измеряются для миллионного города и поэтому поделят там каждого она прямо вот прямо сильно бьет на будущее так скажем но когда вот эта ваша формулировка омск все еще хороший город прозвучало очень эффективно давайте вот на это все еще посмотрим можете назвать вот три основные проблемы в омске проблема или хорошая нет проблем вот он все еще хороший город но в нем есть проблема чтобы он не астана перешел из состояния все еще хороший в хороший просто без все еще управлять я дай я вижу единственную проблему такую очевидную единственную проблему это это вот плохой менеджмент но я сам был чиновником да я примерно знаю как это работает 10 лет работал то есть как бы я и учился специально это я примерно понимаю как это работает я могу сравнивать как это работы других городах я в рамках своей деятельности дополнительной мой я участвую не часто но часто в разных населенных пунктах там на сахалине был севере счетом других городах сибирске я вижу как руководители назовем их руководителями в отличие от наших чиновников они задумываются о своей полезности они пытаются идти на контакт не все получается у них иногда сбои какие-то бывают но у них есть какое-то желание выстроить современное отношение с людьми люди идут люди не все не надо чтобы там весь шоу вот те самые активные люди они с радостью идут на встречу так устроены активные люди что если у них есть шанс самореализоваться они самореализуются если у них нет шанса они просто уезжают поэтому если вот это вот поменялось как это сделать технически я не знаю то есть того классического варианта демократии с выборами у нас как бы сейчас не особенно существует я сам участвовал в свое время была такая эпопея собственно я и пытался резать это сценарий заменить менеджмент города двенадцатом году может кто-то помнит может не помнить кто-то воспринимает это как шутку надо было не шутка мы тогда организовали движение это корпа и вот меня позвал там еще люди люди гражданский мэр и организовали выборы к нам блогер всемирно известный выгер варламов приезжал тогда к нам приезжал тогда внесла висок иноземцев это вообще человек такой которые которые ну илья приезжал для того чтобы просто повеселиться будем честно честно сказано есть и как бы они хотели повеселиться мы приехали молодцы подняли узнаваемость на уровне федеральные вышли а иноземцев приезжал с конкретными предложениями то есть этот человек который согласился не статус вообще мирового ученого в плане экономики регионально да он согласился для омска разработать программы выхода из сложившейся ситуации я с ним работал вместе как предыдущий штаб подправлял недолго два месяца не сняли и понимаете вот это был такой шанс который на мой взгляд давал перспективу пусть бы даже он не стал мэром да но мы получили качественную научную программу которую можно было бы потом применить для города омска у него и были идеи он озвучивал сейчас не буду говорить на мой взгляд очень реальная реализуемый год два-три вот не какие-то мистические там какие-то такие вещи вот то есть нам не хватает качественного управления с обвиненными умными чиновниками до руководителями других городах как-то попадается даже москва до любят они там собяниц его не любят но москва то похорошела я помню что было 10 лет назад что сейчас в моем понимании с точки зрения экологических концепций с точки зрения благоустройства организации пространства там все очень хорошо можно там претензии по другим вопросам принимать вот то что город становится городом в котором можно и нужно жить это вот очевидно и зависит это прежде всего от человеком это находится в руководстве понятно что деньги не те но это как боже вопрос финансовый но если нет такого человека то и город будет загибаться структура нашего управления такова что от первого лица очень много зависит ну или от лица который принимает решение к сожалению я помню мы раздвигался тоже без особых шансов выиграть но опять же даже в последний раз когда было не тогда когда иноземцы подвигаться тогда понятно что там надо было реального человека потому что реальный человек он должен объяснить людям за себя проголосовать выборы которые были вот свадьба я что же туда входил финал где-то там но для чего это дело для того чтобы сформулировать программу переустройства администрации города не то чтобы посвятиться показать себя написал 5 или 6 пунктов на мой взгляд с точки зрения вот человека который бы организовывал это да вот как раз шаги которые могут быть к сожалению ни одного шага не сделано и мы видим то что мы видим то есть непродуманная и немножко какая такая спортическая случайная политика которая не дает самая главная проблема в чем конечно дороги ремонтируется дома строится там как все работает и добывает но чистят но самое главное что амичи не видят перед собой перспективы не лично каждой они увидели перспективы которая сформулирована с уровня власти это еще в четырнадцатом году по моему в тринадцатом году у нас тоже был такой двенадцатый тринадцатый год для омска были мне кажется очень такими рубежными у нас был шанс очень сильный шанс смена губернатора с мера смена мэра очень большой всплеск активности вот эти все пикники культурная активность молодые люди прямо вот там прямо горели вот приезжали к нам хит эксперты федеральном уровне даже международного уровня разрабатывать стратегию омской области я там участвовал видел изнутри очень хорошего было организовано современную нету не получился хороший продукт но потом когда пошел до реализации то из этого продукта ничего не осталось просто выкинуть я знаю человек который то выкинуть не буду говорить фамилию а могу сказать это мэр нашего города нынешний вот который вместо этого дал какой-то такой текст который вообще не вдохновлял никого с точки зрения чиновника он был наверно правильный наверно но ведь и стратегия региона это прежде всего призыв к людям до включиться то есть он должен иметь четкое сформировано видение будущего город вот таким должен стать чтобы человек захотел в таком городе жить и вкладывался но с тех пор как это было тогда принято эта стратегия в нем нет цели то есть у нас не там нет цели не сейчас нет цели мы сейчас есть могу об этом сказать вот не было цели существования нашего региона мы зачем вообще тут кому нужны в этом большом мире в этой будущей на сфере мы что должны делать то вообще нам зачем здесь оставаться а не объяснить людям зачем тут оставаться создается очень большой риск что они сами не будут искать для чего сам сам мотивист самому мотивацию не будут искать я вообще никому здесь не нужен зачем им нужно мне там зовут а мне там предлагают я туда поеду вот это вот тенденция она с тех пор идет городской в отношении города конкретно с ней регион берем то есть у нас институт здесь крупный архитектурный град вот они на всю страну работали кроме омска парадокс 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 у нас в омске на весь у всех работающих проектировщики они два года не на омск работают до этого они на всех работали сургут там севастополь владивосток все что можно было захватить но а в омске нет потому что они используют современные технологии а в омске это не востребовано как казалось на уровне заказчика но в течение двух или трех лет они разрабатывают называемый мастер-план города омска то есть документ ну и документ нехорошо называть некой красивый такой книжку целом в конце концов сделали разрабатывание они разрабатывали мечи мы выходили в город приглашали всех на ней города там они с картой и десятками шли с карты показывали как чего хотят они как хотят жить что конкретно им не нравится что нравится это все как бы они проводили многоярусные надо за свои деньги то есть никто не платил сделали этот мастер-план так как он называется мы назвали только интересное в общем суть его следующем возвращение домой как бы вот надо вернуться к дому то есть омск должен стать домом это она не придуманная именно сформулирование на основе запросов людей из говоря с людьми было выяснилось что люди хотят воспринимать омск как свой родной дом поэтому он и должен так строится по этим принципам потом все-таки им заказали эту работу он чая на днях я увидел они выложили книжку теперь которая будет магазинах продаваться очень хорошо посмотреть генеральный план города омска это впервые для омска когда это не документ с кучей страниц и схем непонятных когда это художественно оформленное красивое дизайнерское издание вот это дает шанс у городу как бы ну горожанам видеть что может быть в будущем мне не хватает допустим по отдельным территориям по которым мы работаем не хватает этого образа до визуального очень привлекательного и графического и смыслового но люди же это не видят специальные документы а тут будет вот я думаю что фильм надо снять ролики показывать токи всякие делать показывать людям каким может быть омск уже сформулированным и там действительно то что видел я к сожалению видел только фотографию и только титульного листа разворота но я примерно представляю очень хорошо делают это вот прямо вот прямо сильно на мой взгляд может стимулировать интерес будущему омску хорошо бы чтобы этот интерес через зафиксирован на бумаге подтверждался конкретными делами вот здесь как бы есть проблема большая реализация чем есть есть да то есть в данном случае такая огромная работа проделана и администрация остается просто сделать это как вам говорят умные люди сделать так как говорят умные люди не так сложно сложно согласиться это делать вот к сожалению опять протянули когда они почему-то думают что делать так как советуют умные люди это унижает их достоинство что я не знаю мне никогда не казалось если не советовал человек умные компетентные что надо сделать так то и так то что если я так сделаю то я каким-то образом унижусь нет наоборот это есть признание компетенции и самый главный результат будет хороший поэтому здесь вот этот вот если рубеж будет пройден вот каких-то тайных мыслей к публичному к публичной реализации вот заявленной концепции было бы хорошо говоря про инициативу изменения принципе не так давно в россии грантовую систему любой социальный проект мой класс на грант выбить его реализовать как вы считаете это как-то хорошо повлиял на омск на россию в целом или негативно но мне я не могу говорить что негативно я сам пять раз кран получал да ну если не я организации не раппэк ну в общем как-то 4 5 6 может быть до начиная с 2007 года когда она была введена на федеральном уровне но понимаете здесь помощь и это даже не помощь это наверное и поддержка до поддержка инициатив очень важно материально в том числе в мире существует несколько систем поддержки я сейчас объясню почему так долго девяностые начала двухтысячных это мировая система поддержки общественных инициатив была реализована и на территории россии в том числе грубо говоря огромное количество грантов всевозможных международных организаций российских организаций существовал я всегда мне когда был общественником в смысле общественной организации некоммерческим сектором занимался с 2000 года я очень хорошо как бы понимал требования запросы видел что на самом деле эти градодатели вообще не не транслируют своих ценностей главное чтобы было развитие ну в экологической сфере то есть какой-то мы использовали но потом случилась такая ситуация когда наше государство опять же по каким-то причинам нам не видом решила что финансировать может только она вот и вот эта система грантов российских которая появилась уже была она выместила все другие способы финансирования вплоть до категорического запрета то есть получить иностранные деньги сейчас просто иностранный агент считается и не надо короче мы с 11 12 года перестали получать всякие иностранные но российские получаем в этом смысле они очень сильно помогают если они даются честно открыто и на понятно какие цели был период потом когда закончился когда явно были какие-то сговоры то есть необъяснимые вещи получали люди деньги вообще никому неизвестные в омске на экологические проекты реализовывали их потоком потому что это ничего не было те проекты которые мы получили они до сих пор реализованы и реализуются и даже вошли в программу мэрии по комфортной городской среде последний то есть в этом смысле мы пытались облегчить задачу мэрии вот как раз обращение к людям выстраивание диалога на низом уровне сбор предложений формулирования в данном случае как концепция благоустройства отдельных территорий внутри концепции разработали благоустройство дизайн-проектами то есть мы гранты не просто там на семинарчики тратили обучали людей делали и в этом смысле польза есть используют это потом те кому это отдано или не используют это проблема для грантов конкурсов потому что те люди которые должны будут использовать они как бы никак не отвечают предприниматодателям и возникает риск что ты сделать ты сделаешь а то что не зависит не от тебя она когда вот уже тебя тормозит и здесь не всегда все хорошо с сожалению многие много продукции которые делаются некоммерческими организациями она потом нет попадает под сутном там не по вине некоммерческих организаций ну как можно конечно обвинять что вы плохо договорились но комит некоммерческие организации они же не могут продавливать лоббировать все-таки у них своя идея за которой не борются и вообще они не заинтересованы в том чтобы там все покупали условно говоря да все него делаю свое дело занимаются и единственный источник сейчас это вот грантовый либо кита спонсоры но спонсоры это вопрос очень сложный потому что спонсоры как правило если находят подходящую организацию они начинают транслировать свои ценности и зачастую эти ценности не совсем правильные с точки зрения этой коммерческой организации да ну вот я считаю если тот же мусорный оператор оператор наш подходом спонсирует какой-то детский конкурс то как бы мне не нравится такое спонсорство понимаете лучше он спонсировал разделе сбор мусора просто как технологию они тем самым начинают прикрывать свои недостатки очень очень сложная проблема найти спонсора для некоммерческой организации потому что идет размен идей на деньги и в этом смысле грантовые конкурсы федерального уровня регионального уровня они избавляют от этого то есть в данном случае президентский конкурс сейчас очень хорошо организован но правда подавали много раз получить только один раз приличный такой ранг больше года работали очень сложная отчетность туда просто присуешься но по результатам нашей работы уже получили еще гранты те маленькие территории с которыми мы работали допустим построили площадку нашу школе конкретно то есть это вот уже видно результат дорогу там резко в экоцентре сделали то есть это конкретный результат грантовой поддержки вот что касается региональных ну я как представитель организации некоммерческой мы никогда на региональные местные не подавали вот один раз подавали вот так сильно просили никогда не получали я считаю что здесь надо просто дифференцировать сил потенциал некоммерческой организации если у вас есть возможность попросить федеральные деньги надо просить федеральные не нужно просить местные местные найдутся тому кому эти деньги нужнее, так скажем. Тем более, их меньше, и как бы они, да. Пусть люди возьмут те, которые дальше города или дальше регион не могут подготовить документы, а если есть возможность, надо просить. Это же все-таки деньги в регион идут. То есть, Омску, не кому-то там. Вот, некоторые обменяют. Вот, за гранты побои. Гранты, это же для Омска грант делается. Он же тут, в конце концов, даже по зарплате налоги тут остается, потому что деньги, получается, примутся ли Омска. Я уже не говорю про мероприятия, про конкретные... Все во влаге Омска, да? Вы считаете себя патриотом? Мне, как бы, слово-то не очень нравится, честно говоря. Оно слишком неопределенное. Оно слишком неопределенное сейчас, я его не использую. Я просто говорю, я люблю Омск. Или еще короче, я меч. То есть, если человек называет себя Омичом, а именно там у меня в профиле написано, это специально отмечаю, это принципиальная позиция. Вот, я считаю, что этого достаточно для того, чтобы признать свое истинное отношение к городу. Если бы у вас была встреча с водителем Ильичем Путиным, что бы вы ему сказали и спросили? Ну, я не знаю, что бы я его спросил и сказал по ситуации, в зависимости от того, когда встреча, по какому поводу. Вот сейчас был к вам зашел, говорит, так вот, у меня есть минута, что вы можете мне сказать, я поехал, дальше-то на встречу с Квагином той же. Ну, вот эта ситуация, которая, в принципе, не может случиться. Поэтому я для себя таких моделей не конструирую. С губернаторами встречался, им бы я нашел что сказать. Потом все-таки, да я, наверное, бы ничего не спросил. Просто бы поздоровался. Нет, знаете, что бы я сказал мне? А вы, оказывается, есть. Это как в Хэвейне было. Путин надеюсь, да? Шутки шутками, но, понимаете, может быть, это такое несколько мистики. Вот все-таки в нашем информационном пространстве, понимая эту структуру, часто образ и человек, да, это вещи разные. И в этой ситуации я понимаю, я видел Чубайса, он есть. Он есть, сто процентов. Я видел там Кириенко, он есть. Значит, там, вот. Я видел, ну, много увидел, да, политиков там всяких разных. Они есть. Я их понимаю, ощущаю, и тогда я могу с ними поговорить. Спрашивать образ, созданный политтехнологами, ну, я, он ответит то, что ему скажут политтехнологи. Вряд ли спрашивать человека, как такового, о чем-то. Для этого нужно как минимум его увидеть, узнать и поговорить. Вот так вот. Наверное, в данном контексте, если бы я увидел, зашел, сказал, что, а давайте поговорим. Ну, давай. Вам чай зеленый или черный? И пошло. И уже понятно. И уже понятно, да. То есть, вот в данном случае, как бы, наверное, был бы такой диалог. Без конкретного вопроса, но с желанием установить коммуникацию и выяснить отношения человека к кружевшему миру. А давайте поговорим про будущее России. Как вы думаете, какое через 5, 10, 15? Ну, через 5, 10 не знаю. Я все-таки, как такой внутренний либерал, слово нехорошее, но я такой, да, в общем, я все-таки считаю, что Россия застыла, и пора бы с места сдвинуться, да. То есть, если период 90-х, скажем так, рубеж 80-90-х, который я воспринял очень хорошо и мне нравилось происходящее тогда, 90-е были сложными, но они мне все равно нравились, вот, то 2000-е для меня становятся скучными. То есть, как-то вот невесело. Потому что веселье, это прежде всего некие замыслы, перспективы. Вот когда я говорю, непонятно, что будет через 5-10 лет, мне действительно непонятно, что будет через 5-10 лет. Ссылаюсь, опять же, на Иноземцева, который очень часто формулирует эту вещь. Он говорит, 5-10 лет у нас ничего не будет. То есть, вот как будет, как есть, так и есть. Денег как бы достаточно, руководство понятное. И вот, а что будет поток, к сожалению, перспективы видятся очень-очень неоднозначными. То есть, если произойдет то, что произошло на рубеже, ну, от 70-80, который я переживал, как раз заканчивая ВУЗ, там, один генсек, второй генсек, третий генсек, четверо генсек, то эта ситуация вот самая неприятная была в этот период, там, с 82-го по 85-й год. Это как бы такая совсем вот депрессивная штука. Ну, а потом начнется рост, естественно. Вот это классно. Куда деваться-то, да? Куда деваться-то? Потом, конечно же, Россия, что называется, чем ниже упадешь, тем выше прыгнешь. Поэтому здесь перспектива есть. Главное, что называется, ну, дотерпеть, дожить, да, если для большинства. Либо не упустить тот момент, когда можно будет, когда можно будет. То есть вот этот момент, он, конечно, важен. Для себя я понимаю, что вот я не упустил тот момент в 92-м году, то есть когда меня позвали на госслужбу, а я был инженером как только служба, как только служба, да. И вот это было очень интересное время, потому что все начиналось с нуля, ничего не было, ни организационно, ни технологически, вообще ничего не было. И мы начинали с нуля, ну, так как бы зайти, просто в качестве примера, и в будущее скажу. Вот этот момент поймал. И если меня приглашали там сначала начальником информационного отдела с одним компьютером, то к окончанию у нас уже было больше сотни компьютеров, сложная сеть, самая сложная, это техническая часть, огромное количество людей задействованных, огромные отчеты и даже с картинками вот по ситуации в стране. То есть практически с нуля мы создали что-то. И это что-то до сих пор существует, до сих пор осязаемое, до сих пор я могу на это ссылаться в качестве базы для знаний. Вот. Я думаю, что в будущем вот надо этот момент тому, кто будет будущее творить, не упустить. То есть как только появится возможность, вот это самое окно возможностей, человек может туда со своими компетенциями, способностями, желаниями встрясть, вот это вот очень важно. Потом лично для человека, самое главное, эффективность его для других. То есть использовать людей, хорошее слово использовать, не использовать для себя, в богатый русский язык. Да, применять, а найти вовремя место для человека, очень полезно для общества. Человек может об этом не думать, но если вы в нужный момент нужного человека каким-то образом даете ему возможность сделать нужное дело, это будет очень хорошо всем. Я в этом убедился и убеждаюсь многократно, мы как бы этот принцип совместной работы всегда, как бы не команду раздавать нужно, а дать возможность работать. Вот, к сожалению, сейчас чаще команды раздают, что в образовательной сфере, что в благоустроительной сфере, что в сфере человеческих отношений. Я как бы сторонник такой сетевой модели. Отсутствие лидера явного, вот это все, аргивая модель, все люди работают, не напрягаются, это возможно. Я это видел, я это видел в наших конкретных российских условиях, в Омске, часто в разных проектах, видя за границей, как люди живут. Мне это более комфортно. И я считаю, что вот эта модель иерархическая, она отживет свое, может быть через 5, может быть через 10, может через 15 лет. Она отживет, потому что она неэффективная. И на ее смену придет вот эта вот сетевая модель совместной деятельности в русской философии. Так, сейчас вспомню, как они формулировали. Ну, в общем, это вот русская философия, то, что я читал, на самом деле, мне понравилось конца 19 века. Как раз вот это общее дело, Федоров написал книжку «Общее дело», это как раз база нашего будущего устройства, ну, как они читали русского. Потом это общее дело выросло как раз на сферу. То есть это вот удивительно, но вот эта идея русских космистов, которые формулировали задачу жизни человека, это жизнь, не то, что он специально живет на общее благо, а его вклад, тот, который он сам ценит для себя, он является неизбежным компонентом общего дела. То есть вот это, если организовать как общее дело на свою жизнь, то у нас будет счастье, ну, такое, как бы, в философском смысле слова, счастье. И будет нам счастье. То есть вот эта вот ноосфера, она является итогом общего дела. Если мы это поймем, если мы будем делать, не бороться друг с другом, в смысле воевать, а именно совместно трудиться, вот тогда сетевым образом, а не административно-командно, тогда, ну, не тогда, вот тогда будет Россия нормально развиваться. Спасибо. Пожелаем нашему городу, чтобы в нужном месте всегда находились нужные люди с их талантами, и это способствовало развитию не только города, а и страны и мира в целом.